В матчах встречались испанцы и украинцы и непременно побеждала сборная Испании. Вот такая неприятная статистика для украинской команды, но сегодня желтый-синий постарается ее перечеркнуть. Давайте о стартовых пятерках. Здесь тем более, что есть определенные изменения и весьма любопытные. У сборной Испании место в воротах занял не Дидок Плана, который отыграл все, без исключения предыдущие матчи. Кисус Эрера на площадке не появлялся. На площадках Нидерландов, Нидерландов не только Амстердам, матчи турнира принимал, но и Гронинген на групповой стадии. Сейчас уже первый голевой момент и Рауль Гомес, его выводили на ударную позицию. Именно на Рауль Гомес на стартовых секундах полуфинала против Португалии, воспользовавшись голевой передачей Сергио Лосано, открыл счеты и тогда мало кто мог предположить и подумать, в особенности болельщики испанцев, что встреча завершится еще одним фиаско именно в матчах против Португалии. Испанцы в результате уступили. Кисус Эрера с первых секунд занял место в воротах, его в деле мы пока не видели. Это опытнейший голкипер, вратарь Мовистар Интера, у себя на родине играет в чемпионате Испании в примере. Гарлаз Артист, второй номер, он капитан. Рауль Гомес шестой, девятый Сергио Лосано. Опять его дриблинг, размашистый, очень неудобный для любого защитника и способность пробить с любой дистанции и абсолютно с любой ноги. Мигель Миядо здесь, что касается стартовой четверки испанцев, никаких ровным счетом изменений. Миядо на правом фланге пока располагается. И вот удар Миядом блокируют украинские защитники. У сборной Украины Кирилл Цепун, голкипер, первый номер и четверка Черняцкий. Игорь Черняцкий, восьмой, тринадцатый Игорь Корсун, четырнадцатый Петр Шасурма и Михаил Зварыч, девятнадцатый номер. Таков состав Александр Котенко, главный тренер. И я с огромным удовольствием приветствую в нашем эфире эксперты телеканалов холдинга «Матч ТВ». Чемпионы Европы девяносто девятого года в составе сборной России Аркадия Белого. Здравствуйте, друзья. Действительно яркий матч за третье место нам предстоит, потому что обе команды, естественно, недовольны тем, что происходило в полуфиналах. И это понятно. Ну, во всяком случае, для Украины по-прежнему это матч века. Для Испании, наверное, во многом звучит утешительный финал, но получается, честно говоря, что... ...добились своего, именно это контратака, атака сходу. Я думаю, что системы... ...вирус Чернявский не проходит передачи, а стелится в полуподкате. Но параллельно, параллельно движению Чернявского Сергею Лосану. Игорь Чернявский из киевского хита. Вообще пришлось несколько изменять свои четвертые... ...и Лебедь попадает в артиса. Мяч подхватывает испанца. Тут же высокий прессинг. Отличная перепятка играет Леяну Рауль Гомец. Ах, как жаль. Какой пас, а? Мигеля Мияда. Да, я думаю, увидим повтор. Конечно, Мияда здесь не сдала. И обработал, и скидку сделал Рауль Гомец. Вот, он здесь... Ложились. Хотя сыграл, на мой взгляд, он очень качественно. И все время здесь уровень держит. Все разговоры идут о том, что заканчивается на карьеру в сборе. Да, да, сегодня последний матч, а это момент у Чино, обыгравшего Абакшина один в один, и затем в дальнюю девятку. Мяч посылал, но промахнулся. Классный обыгрыш Чино. И теперь ответ дальним ударом от сборной Украины. По статистике пока явно впереди Испанция. И Александр Косенко берет минутный тайм-аут. Послушаем сейчас надеющий... Самая трапеция, о которой мы много беседовали в матче сборных России и Украины. Уроки школьной математики. Да, вот сейчас... ...сезон игровой, проиграв португальцам. Ушечный, прицельный, точный удар. Но этого мало, потому что украинцы и пятого используют, и... ...когда украинцы еще не забили и еще проигрывают. Я думаю, мы будем видеть розыгрыш 5 на 4. Давайте, наверное, его анализировать. Ну, что есть, то есть. Мы с Кириллом много обсуждали, насколько это влияет... ...систему. Это не то, чтобы поставить 5, не знаю, Карлосов-Артисов... ...пункт, да, буквально. В данном случае не метры, наверное... Да, коридоры или что-то наподобие того. Длинная передача Боргера... ...специально выходит при игре в меньшинстве, но по количеству полеводных игроков Адольфа... ...реактивный такой движок. Даже можно, если закрыть глаза, но закрыть глаза не поймем. Перепутать с Лином так, антропометрическим, дано вообще по манере... ...по движениям чисто. Адольфо... Ну, Лин – это легенда сборной Испании. И, конечно, все болельщики знают его по выступлениям многолетним за КПРФ. Большой украинский... ...и украинцы, по всей видимости, на протяжении всего оставшегося времени... ...в 40 минут. В основное время они будут играть с пятым, потому что уже и счет заставляет... ...папуа, но какой же пушечный и точный удар получился. Плюс Чернявский еще не успел... ...получается, сквозь буквально Чернявского мяч прошел. И, ну, не видел Цупун, абсолютно этого мяча. Мозаику собрал звезд, это тоже надо уметь. И дух победителей привил. Команды... ...лидут... ...назвать, это была надежда. Чернявского мяч прошел. И, ну, не видел Цупун, абсолютно этого мяча. Собственно, из-за этого все так и получилось. И вроде Чернявский, не сказать, что неправильно располагался. Но так, может быть, как-то и загнулся. Не совсем так. Но это, в любом случае, уже тонкие настройки. По факту, хороший удар и 3-1. И украинцы, по всей видимости, на протяжении всего оставшегося времени... ...в 40 минут, в основное время, они будут играть с пятым. Потому что уже и счет заставляет где-то рисковать. Рисковать, форсировать события. То, чего они не делали при той же системе игры, при той же модели. Когда испанцы ввели плюс один. Где-то аккуратничали. Где-то пытались довести эти комбинации до верного атаки. И сейчас четвертый. Четвертый забьет Адольф. Он не промахнется. И счет становится 4-1. И вот к чему иногда приводит игра 5 на 4. Это тоже такая история. Не выдумал, конечно, эту сборную. Но он сложил, сложил пазл. Он собрал эту мозаику. Собрал звезд. Это тоже надо уметь. И дух победителей привил команде, которая впервые в 2000 году испанцы. Именно в чемпионатах мира по футзалу под эгидой FIFA. Впервые остановили сборную Бразилии. Момент Украины. Украинцы по форме, по своим цветам, как раз Бразилию напоминают. А здесь уже Лебедь, как заправский галкипер. Вместо Цифуна. Хорош Ярослав. И он же, он же сам атакует первым косом. Ну, вот тут к вопросу об исполнительском мастерстве. И имел сейчас момент. А украинские болельщики скандируют. Молодцы, молодцы. На трибунах Зига Дом. В целом, именно этим словом можно, если совсем коротко описать. Поступление, да. Да, сборные на этом турнире. Но сегодня пока 1-4. Проигрывает Украина и Испания. Серый и Вау. Неточная передача. Тут бы самого Косенко. И еще Коридзе, наверное, бы. Да, Сергей, Сергей бы особенно, да. Ну и Косенко сам в бытность игроком. А играл он и в том числе и в России. Очень был интеллектуальным, скорее, таким с диспетчерскими функциями. Футболистом очень интеллектуальным, очень зрячим, который видит площадку. Но вот сегодня, наверное, такой близко к этому, наверное, Шатурма в сборной Украины. Но Косенко в любом случае помочь вот именно так, как Шатурма сейчас не может. Боис, Чином, плюс Рауль Гомес. Ну, двигаются испанцы шикарно. Несмотря на то, что это уже занавес краткосрочного, но очень мега напряженного турнира. И еще и все эти ковидные дела. И кто-то вылетал, кто-то не сразу прилетел. И травмы игроки получали. Адольфо только по ходу турнира прибыл в расположение сборной Испании. Потому что до начала получил тот самый положительный тест на ковид. 16-11 по ударам в створ. Плюс 5 к пользу испанцев. Ну и украинцы до последней секунды основного времени будут искать части. Снова сменили расстановку. Снова мы видим ту самую трапецию. И передача в середину. Но там Аркиш. Отвалился от защитника Абача. Но он не ждал. Вас посмотрим, да. Абсолютно, кстати, Абакшу можно было отдать передачу. Вот тут, конечно, проблема этого последнего паса. Как быстро оценить, куда приходит игрок. Куда должно быть направление этого последнего паса, последней передачи. В этом плане все тут в ногах того самого игрока. В данном случае с ворочей момента. И снова все было в его ногах. Да, и еще и передача абсолютно... Это Шатурма. Шатурма и его диагональ. Супер квалифицированная и точная. Но Зварыч. Зварыч не сумел реализовать этот эпизод. Плюс здорово сыграл Хисус Эрера. Лебедь. Зварыч. Только назад. Показалось даже, что в моменте с пасом Зварыча он так на автомате играл уже. Два хороших момента у сборной Украины. Могли они, ну, не знаю, интрига, вопрос сложный. Все-таки 4-1 уже. Но, по крайней мере, вот мяч все-таки два раза доходил до Зварыча. И два раза не совсем удачно он им распорядился. Хотя идея была прекрасная. И в целом мяч и игроки рядом со Зварычем, собственно, приходили в нужные точки. Там, где и должны были они быть. Ксиры на фланг. Там Шатурма. Шатурма уже пару раз захабанул испанских защитников. И до этого за счет партнера сыграл. Да, от него вся острота идет от 14-го номера капитана. Команда на родине играет за протексим. Лебедь. И пропускает мяч Боис. Хотя коснулся. Было легкое касание. Абакшин. Напоминаем, в 19.30 по Москве начало финального матча Россия-Португалия. Супер вывеска. И все мы, конечно, мечтаем увидеть золотые награды на плечах. И увидеть главный трофей в руках игроков сборной России, тренеров всей команды. Ждем, ждем этой игры, конечно. Сирей, Лебедь, Зварыч. Зварыч бьет, но это все слишком просто и легко для чина. Лебедь, Сирей. Рауль Гомес и Солану готовятся. У испанцев, но скорее уже под контроль мяча, как только его возвращат, возвратят себе испанцы. Сирей. Он все ищет свободу и пространство Абакшин. И Чайно. Не попадает по пустым воротам. Две минуты сорок пять секунд у нас остается. Ну, вряд ли что-то кардинальное случится в этой встрече. Могут забить украинцы, конечно. Да, впрочем, как и испанцы, с учетом пустых ворот сборной Украины. Но где-то с пятой минуты второго тайма потеряли какой-то тонус. Не знаю, возможно, это не потеряли тонус украинцы, а обрели какой-то тонус испанцы. Ну, скорее, случится Испания, конечно, дело не в тонусе, а в правильных действиях. В правильных действиях 4 на 5, вот Испания смогла найти эти ресурсы, правильное расположение. И вот где-то, да, минут пять удавалось украинцам что-то придумать. Но тут еще и любители теории заговора могут вспомнить, что Боис на 31-й минуте забил, а по большому счету ключевой гол он забил после очень спорного, спорно назначенного углового. Розыгры стандарта привел к третьему месяцу. Если мы говорим о спортназначном пенальти, да, который впрямую влияет на все-таки угловой есть угловой. Он хорошо был разыгран. Хоровой голомест не проходит передача на Солано, в франциско Солано. И заброс Цепуна, а здесь уже Кисус РР. Но и парадокс в том, что даже при таком результате сборную Украины можно и нужно хвалить за этот чемпионат Европы в Нидерландах. А сборная Испании, если и не становится главным разочарованием турнира и, допустим, не присоединяется, мы не тоже произнесем, к итальянцам, которые и вовсе в плей-офф не попали. Но, по крайней мере, испанцы опять сыграли не в том матче, не в финале и не добрались до некой планки, отметки. Да, однозначно. Нет, для Испании, конечно, мы можем сейчас спокойно поздравить их с вызыванием бронзовых медалей. Но бронзовые медали – это, ну, не более чем ситуационная награда. Основное – это, конечно, медали только золотые. Испанцы только первыми себя ощущают. И, конечно, португальцы, ну, как говорится, по носу очень сильно хлопнули. И уже не в первый раз. Ну, да. А украинцы, напротив, да, набрали всего-навсего три очка, с тремя очками вышли из группы в плей-офф. Но группа была тяжелая с хозяевами голландцами, с отборной Нидерландов. И там в первом матче нужно было еще переварить это все. Сразу поражение, и тут тоже был щелчок. Но разгромили сербов, более чем достойно смотрелись с Португалией, минимально проиграли, а могли и вовсе. Там были моменты по той игре, а вдруг бы выиграли, и тогда все бы перевернулось в сетки плей-офф. Но спорт высших достижений не терпит сослагательного наклонения. И потом был самый, что ни на есть, серьезный соперник сборная Казахстана. И, пожалуй, тот четвертфинал для сборной Украины был лучшим в моменты руководства Александра Косенко. И сами украинцы признают, что четвертфинал против Казахстана чуть ли не лучший уже за многие-многие последние годы. Потому что уже около 17 лет команда за третье место не играла. И вот, наконец, оспаривала медали. Да и игра против сборной России, отметим, сборную Украины можно занести точно в актив однозначно. Поэтому, мне кажется, здесь все более-менее довольны. Украина показала себя, противостояла сборной Испании достойно, но не выиграла медали. Испанцы же, наверное, расстроены, но в том, с другой стороны, без медали Испанию представить на этом турнире довольно сложно. Поздала себя, противостояла сборной Испании достойно, но не выиграла медали. Испанцы уже, наверное, расстроены, но в том, с другой стороны, без мигали Испанию представить на этом турнире довольно сложно. Мы сдачи обязательно покажем и прокомментируем. Для вас работали Кирилл Земцов и Аркадий Белый. До новых скорых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok